Для того, чтобы двигаться дальше, нужно проанализировать все сделанное за прошедший год и в случае необходимости внести коррективы. Об этом хорошо знают в нашем районе, где на открытых сессиях проходят отчеты глав поселений перед жителями о проделанной работе за 2019 год. Смотрите репортаж из Забойского сельского поселения. В поселке Забойском, хуторах Солодковском и Деревянковке, расположенных на территории поселения, проживают 2883 человека. Здесь есть 15 предприятий и учреждений различных форм собственности, 10 крестьянско-фермерских хозяйств и 77 индивидуальных предпринимателей. В докладе главы поселения было сказано, что за 2019 год поселением выполнены все плановые показатели по формированию бюджета. Собранные средства направлены на развитие социальной сферы и благоустройства. Выполнен капитальный лимон дорог в улице Мира, Красной, частично улице Гагарина, хуторе Солодковском. В целых целях безопасности дорожного движения поселки Забойском, улица Новая и Садовая за счет местного бюджета вдоль дворов, расчищенной территории, обустроен тротуар в Щебёночном пока исполнении протяженностью километра 200 на сумму 1 миллион 412 тысяч рублей. Мы планируем в этом году его заасфальтировать. Кроме того, заменена водонапорная башня, обновлены водяные насосы, грунтовые щебёночные дороги в поселении дважды в течение прошедшего года грейдировались и подсыпались щебнем и ракушкой. При поддержке администрации района построена газовая котельная в школе в Деревянковке, открыт зал для занятий вольной борьбой в Забойском. Глава Славянского района Роман Синеговский отметил, что в поселении Слажина работает одна команда, которая понимает, что приоритет должен отдаваться развитию экономики. Жители чувствуют жизнь тогда, когда есть работа, есть заработные платы, есть, скажем так, возможность приобрести что-то. Поэтому вот политика-политика, а мы должны, конечно же, развивать экономику. В своём выступлении глава Славянского района подчеркнул, что поселение активно участвует в целевых программах, позволяющих привлекать дополнительные средства из краевого и федерального бюджетов на развитие территории. Роман Синеговский рассказал о том, что сделано за год в социально-экономическом развитии района. Наибольший объём капитальных вложений сделан в социальную сферу района. Затратив 110 миллионов рублей из местного бюджета, нам удалось привлечь почти 330 миллионов рублей из краевого и федеральных бюджетов. В результате что нам удалось сделать? 2 сентября 2019 года открыта новая школа в Славянске-на-Кубани. Построены три универсальные спортплощадки в посёлке Садово, хуторе Голицыни и посёлке Голубая Нива. Сумму 13,2 миллиона рублей, это три объекта. Построено новое здание для фельдшерско-акушерского пункта «Хуторе Красноармейский городок». Фельдшерско-акушерский пункт готовится к открытию. В районе за год сделано очень многое, и всё это работает для славянцев, делая их жизнь более комфортной. Депутатами совета и жителями работа главы и администрации Забойского сельского поселения признана удовлетворительной. В целом, жители довольны уровнем благоустройства и тем, как живёт поселение. Чистенько у нас стараемся, конечно. Жители помогают на санитарные пятницы какие-то, там у нас субботники тоже выходят. Вот весна придёт, красим детские площадки, тоже люди выходят, и жители выходят, и организации. Как-то вот у нас дружно это. Вот один из примеров. По улице Победы жители совместно с администрацией высадили аллею туи, кустарники туи и пироканты высадили. За счёт жителей, значит, жители сами приобрели на 25 тысяч, они собрали деньги, приобрели кустарники. На остальную сумму купила администрация. Вышли все вместе, сделали субботник. Есть у нас один ветеран, мы, конечно, за ним ухаживаем, постоянно его навещаем, участвуем как-то в его жизни, заботимся о нём. Вместе со школой посещаем его на все праздники, дарим подарки, дети читают стихи, поют песни. В общем, как бы вот окружили заботой и вниманием. Также это самое, уделяем вниманием труженикам тыла, у нас их четыре труженицы. В поселении и в нынешнем году, опираясь на поддержку районных и краевых властей, планируют продолжать работы по благоустройству. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа События.